Субтитры создавал DimaTorzok Мы используем наш национальный язык, а именно туинский, в случае радиоперехвата, чтобы противник не смог понять, о чем идет речь. Так делали наши прадеды во время Великой Отечественной войны. Противник часто нам противодействует в организации устойчивой связи, но у нас есть свои хитрости. Приходится под минометным, под артиллерийским огнем восстанавливать связь, лезть на трубу, соединять провода перебитые. Делать это нужно, так как без связи нет управления войсками. В связи с проведением специальной военной операции появился новый такой термин, называется «Тувинский феномен». ВСУ не смогли расшифровать переговоры российских связистов от из так называемого «Тувинского феномена». Минобороны России рассказала, что применяла «Тувинский феномен» спецоперация на Украине. Украинские военные не смогли расшифровать переговоры, из-за использования национального языка Минобороны России назвала это «Тувинским феноменом». И, соответственно, показала работу связистов. Специалисты из Тувы заступили на службу в составе вооруженных сил России. От их работы зависит бесперебойный обмен информацией между частями и подразделениями, а значит управление войсками в целом. Связисты решили в экстренных случаях обмениваться данными на родном языке, и это стало проблемой для украинских разведчиков. В случае радиоперехвата мы используем наш национальный язык, а именно тувинский, чтобы противник не смог понять, о чем идет речь. Так делали наши прадеды во время Великой Отечественной войны, объяснил инструктор отделения связи Николай Чемьян. Часто связисты работают в экстремальных условиях, например, под шквальным огнем. Иногда восстанавливать связь приходится под минометом артиллерийским. Обстрелом связисты залезают на трубы и соединяют порванные провода, несмотря на опасность. Ранее военнопленный рассказал, что иностранные наемники забрали у бойцов вооруженных сил Украины оружие и увезли в неизвестном направлении. Они говорили на английском и литовском языке. В связи с тем, что Россия многонациональная страна, в подразделениях связи можно использовать военнослужащих абсолютно различных национальностей. Якуты, ингуши, осетины, народности Дагестана. Используются они достаточно эффективно, что стоит только один народ, андийцы, говорящий между собой, на особом понятном только им наречии. Но насколько это русский феномен и насколько это тувинский феномен, и как в годы Второй мировой войны использовали сведения противников заблуждения, или шифровали информацию посредством связи, ну не только наши. Наверное, самый яркий пример тому это использование индейцев американцами, то есть говорящий с ветром. На поле боя крайне важно, как можно быстро наладить связь между подразделениями, и как можно точнее передать сообщения. Но еще важнее, чтобы эти сообщения не могли перехватить противник. Поэтому армии всего мира держат штат шифровальщиков, чтобы те использовали, придумывали коды для своих и разгадывали шифр противника. Во время Второй мировой войны американцы со свойственной педантичности, находчивостью, практичностью, да, вот, решили эту задачу весьма изящно. Радистов-шифровальщиков они набрали из коренных народов Америки. У индейцев было огромное по тем временам преимущество, они говорили на языках, которые кроме них никто не знал. Как армия США вывела индейские племена на тропу большой войны, и это у них получилось. Индейцы были коренными обитателями Северной Америки, когда туда пришли европейцы. Переселенцы считали, что имеют полное право занимать земли дикарей, а поэтому бесцеремонно сгоняли их с насиженных мест. Затем коренные народы загнали в резервации, заставили отказаться от привычного образа жизни, запрещали исповедовать свою религию. А детей отбирали и отправляли в специальные школы-интернаты, где им давали, ну, не давали говорить на родном языке. Гражданские права коренные народы получились в 1924 году. Однако это было уже после Первой мировой войны, в которой индейцы участвовали, несмотря на сложные отношения с государством. Дело в том, что индейцы – воины. Сотни лет они защищали свои земли, заботились о своих племенах. И именно эта традиция привела многих из них в американскую армию. Они желали стоять на страже своей родины. В обмен военные давали таким солдатам шанс получить образование, повидать мир. В результате во время войны в американских войсках служили более 12 тысяч представителей коренных народов. Около 25% всех индейцев-мучин США вступили в войну только в 1917 году. А в очереди в 1918-го стали участниками МЕС-Аргонского наступления. Именно тогда американцы впервые использовали то, что поможет им выиграть не одну битву. Они поручили индейцам-связистам передавать приказы и секретные донесения на родном языке. Считается, что вообще эта идея пришла в голову одному из командиров. Когда он проходил по лагерям, он слышал, как несколько рядовых индейцев из племени Чокту переговаривались на родном языке, а окружающие слушали их недоумение. Тут-то его и осенило. Раз уж свои не могут понять, то враги не раскусят и подавно. Уже через несколько дней 8 индейцев в Чокту начали передавать информацию на своем языке. И немцы, которые при обычном раскладе все-таки имели представление о планах противника, ее расшифровать не смогли. В самих США языки Чокту мало кто знал. Европейцы не имели о них представления и подавно, да и быстро изучить шансов не было. У большинства просто-напросто не существовало письменности, а сама речь была крайне специфична. Американцы привлекли к передаче данных индейцев и из других племен, однако времени развернуться в полную силу у них не оставалась. Война просто-напросто закончилась. Еще не состарились ветераны мюссаргонской операции, как глянула Вторая мировая. И в начале 1942 года положение государств антигитлеровской коалиции было весьма сложным. Германские войска выдвинулись вглубь Советского Союза, Франция была оккупирована, Британия готовилась к затяжной войне с нацистами. В то же время немецкие подлодки наносили серьезный ущерб трансатлантическим конвоям союзников, которые направлялись в Великобританию в СССР. Японские войска, в свою очередь, уже разгромили Тихоокеанский флот США, внезапно ударив по военно-морской базе Перо-Харбор, а также атаковали Филиппины, Гуамы и другие территории на Тихом океане. После атаки Перо-Харбор США вступили в войну. Однако вскоре американцы столкнулись с серьезной проблемой. Зашифрованные сообщения без проблем декодировали японские криптографы. Дело в том, что многие из них получили образование в Штатах, и поэтому свободно владели как стандартным, так и разговорным английским. В итоге враг зачастую знал о планах противника, о использовании действий шифровальщиков так же активно, как в Первую мировую. Американцы боялись. Их язык с тех пор изучали и в других странах. И были опасения, что код легко взломают. Решение пришло откуда не ждали. Инженер-строитель Филипп Джонсон жил в Лос-Анджелесе. Он родился в Канзасе в 1892 году в семье миссионеров. В детстве воспитывался в резервации народов Наваха. Во время Первой мировой Джонсон служил во Франции в составе американского экспедиционных войск. Но в новой войне в силу возраста участия не принимал. Однако послужить родине он все же хотел. Читая в газете статью о попытках разработать новый вид шифрования на основе языков коренных народов, он понял, что знает идеальный вариант язык Наваха, который выучил в детстве в резервации. Казалось бы, к этому времени в Европе уже сумели изучить языки основных индейских племен. Однако это оказалось не совсем так. Язык Наваха очень сложен, в том числе и грамматический. У него не было алфавита письменности. Одно слово в зависимости от произношения могло иметь четыре разных значения, а в сочетании с другими давать вдвое больше. Кроме того, на нем запрещали говорить в государственных школах. Так что он был распространен, по сути, не только в резервации, но и человек, который учил этот язык, во взрослом возрасте не мог говорить без акцента, что делало невозможным подмену сообщения. Зная все это, Джонсон с 1942 года посетил лагерь морской пехоты в Валлиоте, неподалеке от Сан-Диего. Там он рассказал офицерам о коде на языке Аваха. Его и встретили крайне скептично. Однако он смог переубедить военных. Для этого четырех индейцев на Ваха разделили на пары и посадили в разные комнаты. Одним дали стандартный приказ, который они перевели на свой родной язык и передали второй группе. При этом при обратном переводе на английский оказалось, что слова переданы точно. Причем ушло на все это всего несколько минут, вместо нескольких часов для обычных систем. Военные сразу же запросили у начальства разрешения начать проект по обучению на Ваха и набрать для этой цели 200 человек. Одобрение дали только на 30. Вскоре три десятка добровольцев в возрасте от 16 до 35 лет. Некоторые, конечно, прибавили себе возраст, бегло говорящих на двух языках, в хорошем физической подготовке, начали тренировки. В итоге из первой группы осталось 29 человек. Они смогли приспособиться к армейскому укладу и разработали специальный код. Код был создан таким образом, чтобы сбить с толку не только слушателей, тем было достаточно услышать речь, а в том числе и других индейцев. Код состоял из двух частей, алфавит и словарь. Со второй все было относительно просто. Английские военные термины, которыми не существовали в языке наваха, стандартно заменили другими словами или словосочетаниями. К примеру, транспортный самолет значился как орел, танк, черепаха, подводная лодка, железная рыба. Корабли были домами на воде. Этот список в дальнейшем периодически пополнялся. Другая часть кода нужна была для передачи любых слов, которые в языке наваха не существовало. С этой целью для каждой английской буквы убиралось несколько простых, коротких слов, начинающихся с нее. А затем они переводились на язык наваху. Шифровальщики наваха должны были наизусть помнить все варианты и без записи кодировать, передавать и декодировать сообщения. А поскольку данных не нужно было зашифровывать каким-либо специальным техническим средством, их передача становилась гораздо быстрее и безопаснее. Из-за колоссального успеха в школу наваха стали набирать новых индейцев. США использовали натуральных шифровальщиков в важных морских операциях в Тихом океане. Они служили во всех дивизиях морской пехоты, в том числе спецподразделения. Крайне важную роль они сыграли в битве за стратегически важный остров Ио. На нем располагалась японская военная база и самолеты, которые активно мешали американцам завершать налеты на японский архипелаг после захвата Марианских островов. Сражение за Ио начало 16 февраля 1945 года и завершилось 26 марта победой американских сил. На месте работали 6 индейцев наваха, которые за это время передали более 800 сообщений. И все без малейших ошибок. Майор Говард Коннор, бывший в то время офицером связи морской пехоты, рассказывал, если бы не наваха, морские пехотинцы никогда бы не взяли остров Ио. Молчание своего рода золото. В общей сложности только школа наваха выпустила более 400 шифровальщиков, которые стали называть говорящий светом. В целом американские военные во время Второй мировой войны набирали и представляли представителей других племен, хотя использовали их не так активно. К примеру, каманчи в основном воевали в Европе, а москвоки в Африке. Многие из наваха после капитуляции Японии остались и на службе. Их шифр распользовался в том числе и во время войны в Корее и Вьетнаме. Они продолжали передавать так никем и неразгаданные секретные сообщения, пока американские власти не рассказали о них и меру в 1968 году. Однако и после этого об индейских шифровальщиках мало кто знал. Они прославились лишь в 90-х годах после серии документальных фильмов. И только в 21 веке 29 представителей племени Наваха, придумавших код, были удостоены медалей Конгресса. В то же время индейцы зачастую не говорили о своей службе даже самым близким, уносяя эту тайну с собой в могилу. Так, например, было с Джаном Незом, одним из разработчиков кода Наваха. Мужчина умер в возрасте, умер через 9 лет после того, как программу рассекретили. Однако родные считали, что он был просто оператором радио. Правда, о нем узнали лишь когда президент Билл Клинтон в 2000 году подписал закон о признании шифровальщиков. «Мы были в шоке, но в хорошем смысле мы были очень горды», — рассказал Сон Гленн. Он считает, что отец молчал всю жизнь, поскольку с самого начала операция была крайне секретной. Похожая история была с фрагом Ньюманом, пришедшим на службу в 1943 году. Как и многие другие, о своих военных годах он особо не рассказывал, даже родственникам. О его заслугах они узнали только в 1980 году. Папа сказал мне, что США был в беде, и когда его позвали, открытому было его долгом. Сказал его сын Кэрин Ньюман, скончался совсем недавно. В 2019 году, в январе, ему было 94 года. Сколько всего шифровальщиков Наваха сейчас осталось в живых, точно неизвестно, поскольку нормального подсчета после Второй мировой, в том числе из-за секретности проекта, не велось. Последний из первой группы, принимавших код Честер Несс, умер в 2014 году в возрасте 93 лет. Считается, что ныне говорящих светров можно пересчитать по пальцам. Однако, данный опыт очень хорошо можно использовать в современных войнах, в том числе и, в первую очередь, наверное, российскими войсками, из-за многочисленности народов, проживающих на территории Российской Федерации, имеющих своеобразные даже, наверное, не языконаречия и диалекты, которые отличаются от всех других и воспринимаются только узкой категорией или группой лиц. Спасибо.